Всем привет, друзья! С вами я, Макс, и у нас снова телевизор от компании Xiaomi Mi TV L32M5. 32-дюймовый телевизор, 80 сантиметров по диагонали, разрешение данного телевизора HD 1366 на 768, частота обновления 60 Гц. Итак, внутренне у нас четырехъядерный процессор CA53, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти. Mali 470 MP, из беспроводных подключений это Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4 ГГц, 5 ГГц. Это уже радует. Dolby Audio, DTS HD, куча видеоформатов, начиная от MPEG 1.2.4, H.263 кодек и H.264. Сейчас мы все это дело проверим. По комплектации у нас идет инструкция, причем инструкция очень понятная, гарантийный талон. Хочу сказать заранее, данные телевизоры делаются в Гонконге для Европы. То есть это полностью русифицированный продукт, который не нужно ни прошивать, ни обновлять, ни вставлять какие-то штуки, ни переходить на английский язык, в общем без всяких заморочек. Включили, пользуйтесь. Хочу вам показать полноценное включение с нуля. То есть телевизор выключен, я нажимаю на пультике кнопку включить, загорается внизу красный огонечек. И вот смотрите, как это все выглядит. То есть это не первое включение, это уже вот как бы... И соответственно выключение. Если вы помните, в прошлом телевизоре оно было не очень удобно. Здесь вы нажимаете кнопку выключить, телевизор отключается моментально. Вот такой пульт управления у нас. То есть он в принципе идет стандартный, добавилась гугловская кнопка и микрофон, по которому вы можете говорить. Итак, если мы нажимаем вот на эту кнопку, YouTube, канал шестеренка. Та-дам! Сейчас он подключен на 5 ГГц, то есть интернет ловит обалденно. Так, канал шестеренка. Та-дам! Последнее мое видео. Как вы видите, грузит очень быстро. Давайте перемотаем. Так, что у него? Качество стоит Автоматом Full HD 720p, это его родное. Так. Всем привет, друзья! С вами я, Макс. И снова приветствую вас на... Как вы видите, работает он без каких-либо замедлений. Итак, давайте для начала, я думаю, пройдем по настройкам. Что у нас по настройкам? Это сети интернет. Как вы видите, подключено на 5 ГГц. Дальше идет канал. Поиск каналов, родительский контроль, настройка аудио, основной язык аудио русский, вторичный язык, тип аудио нормальный, субтитры, телетекст. Дальше идет аккаунты. Вы устанавливаете свой аккаунт для входа в Google. Приложения для Play Market. Дальше идут приложения. Это недавно открытые приложения. Можно посмотреть все приложения, которые установлены. Как вы видите, все на русском языке. Работает достаточно быстро. Разрешение приложений, специальный доступ, настройка устройства. Давайте посмотрим об устройстве. При первом включении он у меня обновился. Обновился отлично. То есть никаких проблем нет по воздуху. Вот видите, заходите в обновление системы. Идет чисто на русском. Обновление системы. Обновлений нет. Последнее обновление в час 14. Так, ладно. Название устройства Android TV. Можно извинить. Можно перезагрузить. Статус. Таймер. Соответственно, если вы хотите лечь спать, либо включить его с утра. Язык. Что у нас по языкам? Тут полный фарш. Практически все языки, которые можно себе только представить. Дальше у нас Gboard идет клавиатура. Соответственно, вы можете подключить по USB, по Bluetooth клавиатуру. Либо мышку, либо по USB мышку. В общем, любые варианты. Но, честно говоря, данный пульт меня полностью устраивает. Я уже привык. Он очень удобный. Дальше по входам. Сейчас мы все это пройдем. Тоже, как вы видите, включить доступ к ARC. То есть, это можно управлять с помощью вашего HDMI, допустим, данного пультика. Я буду управлять устройством, которое подключено к данному телевизору по HDMI. Автоматическое отключение устройств. Включение. То есть, он будет автоматически включать по HDMI, допустим, ваш ресивер или еще что-то. Так, не меняйте источник сигнала. Дальше у нас идет питание. Переключение в режим ожидания. После 4 часов бездействия. Соответственно, можно все это дело выбрать. Дальше у нас идет изображение. Это режим изображения. По умолчанию стоит у нас. Можно выбрать яркие, вот допустим, спортивные, фильмы, пользовательские. Давайте оставим яркие. Подсветка сейчас стоит на 100%. Цветовая температура холодная, по умолчанию и теплая. Дальше у нас формат изображения. Полноэкранный, автоматический. В общем, как вы видите, масштабирование. Дальше у нас идет расширенные настройки видео. Это шумоподавление. То есть, ну, грубо говоря, он будет у вас сглаживать. Не знаю, я бы нажал вот слабо. Адаптивная подсветка. Включена, выключена. Дальше идет восстановить по умолчанию. Дальше у нас полноценные настройки звука. Это режим аудио. Фильмы, новость игры. По умолчанию. Системные звуки. То есть, вот это вот пипиканье, которое вы сейчас слышите. Я могу отключить и делать абсолютно тихо, спокойно. Давайте сейчас пока выключим. Задержка. Так, дальше у нас идет патч вол. Это программа по умолчанию. Видите, это как бы лаунчер по умолчанию. То есть, вы можете его включить. Дальше мы сейчас посмотрим, что это такое. И он будет автоматически у вас включаться, когда вы будете врубать телевизор. Родительский контроль. Тут все понятно. Хранилище. Итак, после того, как я установил Пирс ТВ, видеобокс, мои любимые программы, которые вы можете скачать на 4PDA. Пирс ТВ, по-моему, даже может скачать с Play Market. У меня осталось 4,6 гигабайта. То есть, после совсем вот всего-всего-всего, что я накачал, все, что мне нужно было. Соответственно, как вы понимаете, да, вы можете загрузить туда еще кучу всего, что нужно. Ну, естественно, огромные фильмы вы не загрузите, но... Так, настройка главного экрана, канала, включить предпросмотр видео. То есть, каждое окошечко, которое вы будете переключать, у вас будут маленькие ролики проходить. То, что там сейчас идет. Упорядочить приложение, игры, Android Home, Android TV. Дальше у нас что идет? Google Ассистент. Аккаунты, поиск приложений, безопасный поиск, фильтры. Несензурных слов, показывать температуру по Цельсию. Ну, короче, как вы видите, да, технология Chromecast. То есть, это управление. Вот это Google Home. Дальше у нас идет заставка. Заставку, так, что у нас тут можно? Заставка, сон, цвета. Так, а посмотреть это можно? Нет, к сожалению. Период неактивности. Это можно выбрать, когда она включается. Включить спящий режим. Включить. Заставку вот таким вот образом выглядит заставка. Давайте посмотрим цвета, как выглядят. Цвета выглядят вот таким вот образом. Дальше у нас местоположение. Ну, это определение по точкам доступа Wi-Fi. Статистика, диагностика. Тут, в принципе, тоже все понятно. Безопасности и ограничения. Специальные возможности. Ну, по большому счету, это полноценная настройка того же Android. Если вы пользуетесь Android, я думаю, вы все это дело знаете. Пульты и аксессуары. Это то, что вы можете, видите, добавить устройство. Давайте попробуем на примере колонки от JBL. Так, включаем. Нажимаем Bluetooth. Ставлю вам специальную колонку. Так. Нажимаем добавить устройство. Идет поиск устройств. Вот у нас вылезла JBL Charge 2. Подключение. Итак, она подключилась. Видите, написано подключено. Все, JBL Charge 2 подключено. Соответственно, таким же образом вы можете подключить либо Bluetooth клавиатуру, либо джойстик, я не знаю, мышку. В общем, все что угодно. Давайте, я не знаю, на примере YouTube. Сейчас посмотрим, играет ли она. Пойдет ли звук именно. То есть, как вы слышите. Как вы понимаете, да, все работает уже именно с колонки. То же самое абсолютно управление, как у вас на Android. Так, по настройкам у нас все. Дальше, что у нас идет по приложениям. Я, как всегда, установил PIRS TV приложение, которое я рекомендую, и VideoBox. Единственное, что я вам не смогу показать, как он ловит TV программы. Но ловит он их нормально, потому что у меня просто тупо нет антенны. Я не пользуюсь телевидением. Я пользуюсь, вот, например, VideoBox. Разрешаем его все. Я просто еще его не включал. Это полноценная программа. Грубо говоря, вы смотрите фильмы с того же Torrento. То есть, вы можете выбрать новинки. Можете выбрать, у меня, например, дети все время смотрят мультфильмы. То есть, любой мультик абсолютно спокойно вы ищите. Я не знаю, вот, нажимаете. Можете посмотреть, как трейлер. Видите, вот внизу, вот здесь, вот, возможно, посмотреть трейлер. Если вы уже знаете, что это за мультик, заходим в видео. И он вам показывает то, откуда и в каком качестве можно посмотреть данный ролик. Вот первое, наверное, он, как всегда, идет больше всего. MX Player работает тут автоматически. Он включается. Я не знаю, кому что нравится. Видите, идет сразу через колонку. И все устанавливается. Запускается и работает сразу моментально. То есть, любой фильм напрямую. Если вам нужно телевидение, телевидение, я вам рекомендую смотреть Spirce TV. То есть, я пользуюсь, по крайней мере, именно данной программой. Возможно, вам что-то другое понравится, понадобится. Да, вот единственное, перед включением у вас придется посмотреть рекламу. Вы нажимаете все это дело пропустить. И, пожалуйста, вот вам полноценно идет телевидение. Куча каналов. Вот все каналы. Все работает в отличном качестве. Есть HD каналы. То есть, абсолютно спокойно вы можете посмотреть HD канал. Так, это, ну, это НТВ. Он вам, видите, показывает, что идет звук через Bluetooth. Звук я сейчас выключу, да, потому что через колонку нет смысла. Можно поставить на паузу. В общем, на самом деле, очень удобная программа. Всем рекомендую. Ну, не нравится. И, в принципе, есть. Также по умолчанию установлен Live TV. Проигрыватель. То есть, вы можете посмотреть то, что у вас на устройствах. Сейчас мы все это дело проверим. Включим какие-нибудь фильмы. Google Play, YouTube, Google Play Store. То есть, полноценный магазин. Естественно, он будет показывать те варианты, которые подходят под ваш телевизор. Вот даже какой-то ралли есть. Вот можно посмотреть список игр. Допустим, ребенку поиграть. Почему бы и нет. Вот какой-то Kids TV. Так, ну, асфальт 8. Я не знаю, как это играть. Shark Evolution. Ну, давайте поставим что-нибудь. Блин, ну, Shark Evolution, в принципе, можно поставить. Давайте посмотрим вот что-то такое более простое. И посмотрим, как это будет выглядеть. А, видите, необходим игровой пульт. Вы сможете установить игру сейчас. И подключить игровой пульт, совместимый с Android. К сожалению, у меня сейчас пультика нет в наличии. Ну, давайте тогда посмотрим, я не знаю, тот же асфальт 8. Потянет он его или нет. То есть, как бы, такой тест-драйв. По поводу пультика у меня, конечно, сейчас возможности не будет проверить. Но, как вы видите, даже асфальт 8 запустился. Ну, я понимаю, что, конечно, 1 гигабайт оперативной памяти ему вряд ли поможет. Но, видите, чудо есть. Я играю с пультика. Центральная кнопка газ. То есть, как видите, да? У меня ничего не тормозит. Ну, по крайней мере, пока ничего не тормозит. А также, как я понял, вы можете абсолютно спокойно установить программу джойстик на ваш смартфон. И таким же образом играть просто тупо через ваш смартфон уже привычным вам образом. То есть, не мучиться, допустим, с этим пультиком или еще что-то. То есть, все функции вашего автомобиля очень классно работают. Таким вот образом. Так, выходим. Ладно. С этим мы разобрались. Игры идут. Дальше. Здесь стоит по умолчанию TV-менеджер. Это программка, ну, грубо говоря, как очистка вашего всего мусора. Оптимизация системы. Очистка, ускорение памяти. Здесь вы можете удалить приложения, которые стоят. Здесь вы можете сделать глубокую. Установить через USB. То есть, он, в принципе, вам предлагает, когда вы засовываете USB, если у вас там есть ПК-файл, то вы его можете абсолютно спокойно установить. Либо зайти в TV-менеджер и установить таким образом. Также есть настройки автоматические, видите. Дальше можно все это дело оптимизировать. То есть, он ускоряет память, удаляет ненужные файлы. И, соответственно, закрывает все рабочие процессы на данный момент. Вот таким вот образом все это работает тоже очень быстро и очень легко. По крайней мере, у меня работает все очень легко. Вот вы можете зайти таким образом в приложение. То, что у меня сейчас стоит. То есть, тот же Asphalt и вот такие вот приложения. Можем зайти еще раз в Google Play. Посмотреть, что вообще там есть. Как вы видите, куча всяких игр, даже куча всяких программ. То есть, я не знаю, на вкус и цвет, плееры, все, что хотите. Поэтому, ну, естественно, это те программы, которые предназначены для управления TV. Так, что у нас идет дальше? Это онлайн-контенты. То есть, это платные приложения. Есть также 3 месяца подписки в подарок. Честно вам скажу, работает это вам или нет, я точно сказать не могу, потому что я не пробовал. Ну, цены, ну, я думаю, вы здесь разберетесь. Здесь нет никаких сумасшедших. Вот так вот как раз-таки и выглядит то, о чем я вам говорил. Если вот этот вот лаунчер будет запускаться автоматически, будет выглядеть все вот таким вот образом. То есть, по сути, то же самое, ну, как вам больше нравится. На задней панели у нас идет два USB 2.0, один антенный провод, три HDMI, один ARC, ARK вот этот вот, один для карты, один для наушников, соответственно, Ethernet порт и обычные тюльпаны видео левой-правой для подключения старинных DVD-плееров, если вы такими пользуете. Вот, видите, он у нас теперь будет постоянно спрашивать запускать патч-вол по умолчанию, либо позже. Я говорю, что позже, иди нафиг. Дальше идет YouTube, плей-фильмы, тоже платные, естественно, сразу цены, плей-фильмы, 5 YouTube, дальше идут уже Mi Go, дальше HD Box, уже, видите. Что касается по программам, допустим, вы нажали на одну программу, зажимаем клавишу центральную, и у вас появляется меню открыть, переместить, удалить из избранного. То есть, вот, допустим, я ее перемещаю сюда, а мне нужно вот Asphalt 8 переместить в самое начало, и он у меня будет вот здесь. То есть, вот мои три программы, которыми я буду пользоваться. Дальше поиск вверху. Ну, на самом деле, все прям, ну, экстра, экстра удобно. Все ваши входы здесь. Я думаю, после, наверное, 10 минут использования данного ТВ, вы забудете о данном пультике и будете наслаждаться. После того, как вы вставили флешку, появляется вот такая вот менюшка USB, фото, видео, музыка. Можно вот залезть в USB, посмотреть, что у меня подключено. Это жесткий диск на терабайт. Тут у нас сразу идет фильм. По умолчанию плеером он не запускается. Так, заходим в MX Player, который я установил официально с Play Market. Так, вот у нас появилась папка с этим фильмом. Прошу заметить, данный фильм записан в 4К. Размер его 51 гигабайт. Но, к сожалению, видимо, данный процессор с этим не справляется. Сейчас мы попробуем запустить другой. Стандартный файл в Full HD, в MKV, как вы видите, да, переключается, включается. Просто моментально перематывается. В общем, можно изменить масштаб, звуковые дорожки, повернуть. В общем, практически все, что хотите. Как вы видите, все работает отлично. И вот просто никаких проблем нет. Да, с 4К он, к сожалению, не справляется. Но я не думаю, что вы такой человек, который будет на HD телевизоре смотреть 4К. Это, естественно, как-то не совсем нормально. Так, хочу сказать, что данный телевизор на данный момент стоит 13500 рублей. Данный телевизор предоставила компания PRC Time. Ссылку вы найдете внизу. Можете не переживать по поводу того, что он русифицированный, не русифицированный. То есть у вас уже все будет работать. То есть настройка очень простая. Вам нужно ввести только свой аккаунт Google, чтобы работало, ну, грубо говоря, все приложения. Итак, по всем Bluetooth-устройствам. Я проверил, видите, Huawei Mate 20X. То есть я подключал телефон как пульт управления. Подключал телефон как джойстик. Все работает отлично. Колонка подключалась. Подключал мышку. Подключал через USB клавиатуру. Проблем нет никаких. Все срабатывает моментально. За данную цену, на мой взгляд, лучшего варианта, я думаю, вы не найдете. Да, он небольшой, всего 32 дюйма. Но, допустим, повесить на кухню, спальную, либо в детскую. В детскую, блин, вот вы не представляете, насколько дети у меня обожают все вот эти мультики. То есть насколько это просто. Нажал, включил, все. Ребенок справляется с телевизором без проблем. Плюс у вас еще есть голосовой поиск. То есть, да, как вы видите, клавиатура стандартная. Никаких тоже проблем в этом нет. Так что, если у вас возникают какие-то вопросы, обязательно пишите. Честно сказать, предыдущую версию, еще английскую, я использую уже практически год. Она ни разу не глючила. Проблем никаких не было. Телевизионные каналы она показывает как цифровые, так и аналоговые. Ну, пока аналоговые были. Так что не вижу никаких проблем с данным телевизором. Можете абсолютно спокойно покупать. Да, это не 4К, это не Full HD. Но, как вы видите, матрица достаточно яркая. Если у вас есть хороший интернет, то вот PIRS TV я вам, ребят, просто гарантирую. Ну, реально классно и реально удобно. На порядок выше, чем, я не знаю, мне кажется, любое цифровое телевидение. Хотя, по сути, это и есть цифровое телевидение, но оно практически бесплатно. Возможно, можно скачать еще более крякнутую версию. Ну, официальный достаточно. Детских каналов достаточно. Да, практически всего достаточно. Поэтому, я не знаю, можно посмотреть программу передачи, если вот она есть. Да, видите, во сколько что идет. То есть настроек куча. В общем, можете добавить в избранное телевидение. Так что, ребята, в общем, я думаю, разобраться с данным ТВ вам не составит никаких проблем. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Буду очень вам благодарен за лайки, включение колокольчиков и т.д. С вами, как всегда, я, Макс. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok